Здравствуйте! Мы продолжаем серию интервью с участниками Международного финансового центра «Астана». Мы рассказываем о том, какой вклад вносят данные компании в развитие казахстанской экономики. Я хотела бы представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это генеральный директор компании «Мерц Лизинг» Нурлан Ногайбеков. Здравствуйте, Нурлан Шамшебекович! Добрый день! Давайте для начала расскажем нашей аудитории, что такое лизинг и чем принципиально отличается он от стандартного кредитования? Лизинг — это финансовый инструмент, при котором бизнесмен приобретает фиксированный актив — это оборудование, газовое средство, автотранспортное средство, без отключения значительных средств. То есть эта схема такая, когда лизинговая компания, то есть мы, мы приобретаем актив у производителя и даем во временное или постоянное пользование бизнесмену, и он на условиях долгосрочного оплаты забирает себе это оборудование. То есть с точки зрения терминов, лизинг или лиз с английского языка переводится — это аренда. То есть, по сути, это как бы аренда. Чем он отличается от кредита? Основных отличий их, собственно говоря, наверно три. Первое — при кредите, если бизнесмен покупает в кредит, то он право собственности как бы на себя сразу имеет, на себя переоформит. Ну, к примеру, если это машина, то техпаспорт на нем. В лизинге собственником является лизинговая компания. Отличие номер один. Второе отличие — при кредите, как правило, в банках требуют какие-то дополнительные залоги, то есть гарантии или еще что-то. А в лизинговом бизнесе актив, он и является обеспечением. И третье, что лизинговые компании, они немного более flexible, более гибкие в плане графика погашения. То есть можно делать сезонный график. Как правило, в банках это как бы постоянная, ежемесячно, определенная сумма и все, без безлий. А какая для бизнеса выгода от лизинга? Можете рассказать о плюсах и о минусах для бизнеса? К примеру, когда бизнесмен открывает продуктовый магазин, у него есть вариант взять в аренду, попробовать, получится, не получится, дальше как, может быть, потом другое что-то попробовать. Либо вариант купить. Ну, наверное, любой бизнесмен предпочитает сначала взять в аренду магазин. Ну, непонятно же, место плохое или так далее. То же самое это примерно про лизинг. Польза для бизнесмена — это то, что он, не отвлекая большие средства, уже имеет что-то, чтобы что-то делать, бизнес производить или какие-то услуги делать. А, в свою очередь, недостатки — это, наверное, все же не такое количество предложения лизингового продукта. Ну, я, к примеру, скажу, что по нашим оценкам среднеузвешенно спрос превышает предложение в целом по лизингу в три раза. То есть у нас очень много, очень большой дефицит средств с точки зрения предложения лизингового продукта. А нужно ли лизинговой компании получать лицензию финансового регулятора? И какую роль в этом контексте может играть МФЦА? Мы, если сравнивать, имеем с точки зрения Казахстана два варианта. Вариант первый — это работать как бы в Казахстане, просто в Казахстане. И вариант второй — работать в МФЦА. С точки зрения Казахстана этот вид бизнеса не лицензируется. То есть вы можете открыть ТО или АО и на второй день уже заниматься лизинговыми операциями. С точки зрения МФЦА данный бизнес лицензируется. Это занимает от двух до трех месяцев, а вы получаете лицензию, аккредитуетесь. Процесс становления бизнеса немного сложнее, но это уже утвердено все правила МФЦА до 2006 года. То есть вы заходите один раз и следующие 40 лет, больше 40 лет работаете по одними и тем же правилам. Если мы говорим, вот допустим, в частности наша компания, у нас акционеры швейцарцы. И когда мы в свое время выбирали Казахстан или МФЦА, с точки зрения вот этих вещей, законов и английского права, акционерами иностранными была выбрана территория МФЦА. Когда регистрировались, что хорошо, мы проделали определенные работы, то есть мы подали уведомления, процедуры и так далее. То есть в этом отношении это как принцип одного окна. Мы не ходим туда, 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 а как бы мы отдали и все сделали. Второе плюс, это с точки зрения иммиграционных вещей. У нас акционеры, они граждане Швейцарии и Германии и соответственно они с точки зрения МФЦА автоматически получают упрощенные процедуры, упрощенные для приезда в Казахстан и пребывания здесь. А мы здесь есть в МФЦА свой визовый центр, мы просто туда определенные документы даем, а дальше они уже сами. Мы просто получаем готовый результат, нежели если бы они не через МФЦА в Казахстане регистрировали компанию, то им нужно там что-то, что-то, 90 дней и так далее. То есть есть определенные вот как бы разницы. Ваша компания предоставляет услуги лизинга техники для сельского хозяйства, для строительства, для логистики. Почему упор был сделан именно на эти сферы? Причина номер один это, ну, маркетинг или как это, ну, это бизнес цели. Дело в том, что если в среднеузвешенном Казахстане, по нашим оценкам, спрос превышает предложение раза в три, то в сельском хозяйстве он превышает раза в шесть. Ну, допустим, у нас лет пятнадцать назад уровень амортизации техники в стане был 90 процентов. Сейчас он 80 процентов. Ну, то есть, другими словами, 8 из 10 единиц техники, они уже устаревшие. Можете себе представить картинка какая на рынке. Вторая причина была, это то, что мы когда изучили рынок, в области сельского хозяйства работают определенные правила в части субсидирования. Субсидирование как вознаграждение, то есть фермеру определенная часть вознаграждения, она субсидируется государству. И вторая часть субсидии, это когда фермер покупает что-то, ну, к примеру, трактор или комбайн, то до 25 процентов от стоимости ему потом возворачивается от государства эти расходы. И это как бы работает уже на протяжении где-то лет шести-семи и вроде как в будущем еще будет работать. Но еще хотел бы я продолбить то, что практика показала, что когда мы начали с сельским хозяйством работать, реальный малый средний бизнес, долгосрочный, он как раз таки в сельском хозяйстве. Почему? Потому что на сегодняшний день, ну, за последние лет 15, может быть 20, в сельском хозяйстве произошли качественные хорошие изменения в плане того, что сейчас фермеры, средняя картинка фермера, это фермер, возможно, это семья, которые на этой земле и они уже работают лет 5 и еще будут работать следующие лет 30. И у них поставленный бизнес-цикл, то есть они весной что-то делают, осенью что-то собирают, продают и так из года в год. Если вы сельского хозяйства перейдете в любой другой бизнес, там горизонт планирования, ну, наверное, среднеизвешенно год. Что-то сделать, что-то продать, а через год, ну, не знаю, что-то еще, что-то еще. Здесь более стабильность. В строительстве, видите, у нас в стране очень много строится дорог и будет еще больше дорог строится, жилья гражданского тоже много будет строиться, промышленных объектов много будет строиться. Вопрос другой. Вопрос в том, что там бизнес-цикл, как правило, он краткосрочный, менее года. Ну, к примеру, кто-то покупает технику, чтобы в этом году что-то построить. Что было в следующем году, пока непонятно. Поэтому, если мы среднеизвешенно финансируем, где сельское хозяйство на 5 лет, то, наверное, там будем финансировать где-то там 3-4 года, то есть цикл будет чуть поменьше. Но спрос на территории, где дорожное особенно строительство, там тоже очень большой в технике, в качественной технике. Поделитесь мнением, как развивается сельское хозяйство в регионах и вообще в Казахстане, и какие точки роста у него есть. Какой сейчас идет тренд? То есть, ну, понятно, обновление техники необходимо. А сейчас фермеры, они же долгосрочный горизонт планирования у них, и они понимают, что нужно делать все, чтобы меньше зависеть от таких вещей, как природные явления. Ну, то есть это меньше, когда бывает мало солнца или когда бывает мало воды. Ну, если мало солнца, это трудно регулировать, но мало воды, это регулируется. И сейчас в последнее время идет хороший тренд на ирригацию. Ну, ирригация, это имеется в виду не просто там речки передвинуть сюда-то, а ирригация, это закупается довольно хорошая техника, которая позволяет экономить воду. Это вот используется, ну, преимущественно, конечно, там, где культура требует больше воды, это картофель и морковь. Но также уже сейчас тренд идет на там, где пшеница. Почему? Потому что, да, понятно, что ирригационная система, она требует денег, но а, вы экономите много воды, это хорошо для фермера, потому что он тратит меньше денег на воду, и очень хорошо для государства, потому что просто воды меньше расходуется. Б, если вы так делаете, то среднеизвешенные показатели, ну, к примеру, если вы пшеницу собираете на просто без ирригации 10 процентов, 10 сантиметров гектар, то так вы собираете 40-50 процентов. То есть у вас доход, выручка в 4-5 раз больше. А какие инновации и тенденции, технологии в сельскохозяйственном, в строительном оборудовании помогают увеличить эффективность и производительность именно в данных отраслях? Первое, это сейчас техника в силу своих технологий позволяет такие вещи делать, что, к примеру, представьте себе трактор, который весной ездит по полям, чтобы подготовить землю, ну, перекопать. Потом он везет или другой пассивной комплекс через 2-3 недели, едет по этим же полям, чтобы засеять. Так вот, сейчас у техники такое программное обеспечение, что оно говорит трактору, вот представьте себе поле, оно говорит, что нужно ехать по такому-то маршруту. Сейчас техника считает так, что как это сделать за максимально меньшее количество расстояния. Это к чему приводит? Это приводит к уменьшению траты бензина или дизельного топлива, к уменьшению траты семян, к уменьшению траты гербицидов. То есть это в целом очень сильно сказывается на экономии расходов для фермера, а с другой стороны это очень сильно влияет на экологию с точки зрения государства или планеты. Мы меньше чего-то тратим. Меньше. Это первое. Второе. Через цифровизацию сейчас, сейчас цифровизация это не только общеобразовательное слово. Сейчас в сельском хозяйстве идет очень сильный уровень цифровизации. То есть вот эти все данные от тракторов, от комбайнов, они потом агрегируются. И мы в оперативном плане знаем, где чего, сколько засеяли. Техника сейчас позволяет ставить определенные что-то вроде флагштоков, которые говорят, какая температура в этом конкретном месте, какой уровень влажности. И так далее, и так далее. То есть это позволяет в оперативном режиме знать, что мы на сегодня имеем и что мы прогнозируем. Это качественно влияет на производительность выручки. С учетом вот этих технологий будет тратиться меньше расходных материалов. Соответственно, это максимальная экономия расходов, а также в будущем максимальное исключение человеческого участия. Но, тем не менее, все равно потребуется участие человека для того, чтобы контролировать. Оно будет больше такого не операционного или технического характера, а больше такого контрольного или менеджерского характера. А как лизинговые компании могут отвечать актуальной повестке устойчивого развития принципов ESG, зеленому транспорту? С точки зрения ESG и зеленой, ну, смотрите, мы через финансирование и поставку хорошей техники мы закрываем две вещи. Первое. Мы снижаем расходы фермера. Ну, он, покупая нашу технику, он снижает свои будущие расходы, потому что меньше тратит потом на ГСМ, на семена, на гербициды, на зарплату. В случае с дорожно-строительной техникой, меньше на ГСМ, на зарплату, на расходные материалы. То есть он тратит меньше денег. Второе. Мы меньше используем того, что как бы портит нашу планету. Это ГСМ, это же нефть, откуда-то она добывается. Гербициды, они тоже из чего-то делаются. То есть мы меньше наносим ущерб планете. Далее, с точки зрения зеленых вещей, здесь я могу сказать о двух вещах. Первое. На сегодняшний день уже имеется и в будущем будет увеличиваться доля техники, которая что-то вроде Теслы. Только сейчас уже бренды, которые выпускают экскаваторы, которые выпускают комбайны трактора, они переводят эти виды техники на электрическую технику. Без использования дизельного топлива или бензина. То есть это будет тоже способствовать меньшему воздействию на экологию. Ну и последний, а в моем разуме это самый главный элемент, это с точки зрения воды экономии. Чем больше мы хорошую технику, особенно в части ирригации, будем использовать, мы будем не терять 35% воды, которая на сегодняшний день теряется. В целом по стране. Нурлан Шамшебекович, спасибо вам большое за познавательную беседу. А я хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит это интервью. Подписывайтесь на аккаунты Международного финансового центра «Астана», чтобы узнавать еще больше новостей из мира финансов. До встречи! Международного финансового центра «Астана»